МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения еще ваша информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беда 21 века или белая смерть? На заседании антинаркотической комиссии обсуждали, как уберечь детей от наркотиков. То ли еще будет? В Чебоксарах внедряют электронные учебники. Тулупы, луцы и аксели. За звание чемпионов Чуваши боролись юные фигуристы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как уберечь детей от наркотиков и как помочь тем, кто уже столкнулся с проблемой? Эти вопросы обсуждались сегодня на заседании антинаркотической комиссии. С 2011 года в республике проводится добровольное тестирование учащихся студентов на предмет потребления наркотических и психоактивных веществ. Среди молодых людей есть те, кто категорически отказывается от тестирования. На них следует обратить особое внимание, подчеркнул министр образования. Это поле дополнительного изучения. По данным Министерства здравоохранения, в республике на сегодняшний день на учете стоят 413 детей и подростков, которые стали потреблять наркотические вещества. Среди них растет количество девушек. Больше всего поставлены на учет подростки в Чебоксарах, Новочебоксарске и АллатРе. Только в прошлом году, по данным Министерства здравоохранения, 377 несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, были поставлены на учет. 300 из них выявили комиссии по делам несовершеннолетних. Таких же результатов ждут и от муниципальных антинаркотических комиссий. Антинаркотическая комиссия более активно должна работать с комиссиями по делам несовершеннолетних, со школами, с муниципальными образованиями по выявлению семей, по выявлению вот этих вот детей. И вызывать их не только сегодня на комиссию по делам несовершеннолетних, а именно на антинаркотическую комиссию. Это сегодня тот инструмент, который может нам позволить точечно и целенаправленно выявлять потребителей этих веществ. Ситуация не улучшается. Появляются новые наркотические и психотропные вещества. И одними призывами здесь не обойтись. Нужно использовать все ресурсы, оказывать общественно-политическое давление на владельцев развлекательных заведений, где продаются наркотики, подчеркнул Михаил Игнатьев. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с первым заместителем начальника Приволжского таможенного управления. Напомним, Чувашский таможенный пост находится в его подчинении. Вопросы внешнеэкономической деятельности в связи с ситуацией на Украине приобретают особую остроту. В этих условиях предприятиям необходимо осваивать новые рынки сбыта, искать аналогичные товары у других поставщиков. Всегда мы на связи, всегда готовы помогать развитию региона. Это наша стратегия. Михаил Игнатьев поблагодарил руководство таможни за эффективное взаимодействие на благо экономики Чувашии. В ходе рабочей встречи главе республики был представлен новый начальник Нижегородской таможни Юрий Лушников. Сегодня комитет по бюджету, финансам и налогам Государственного совета Чувашии рассмотрел изменения в республиканский бюджет. По доходам Казначуашии в 2014 году составит 33 миллиарда 619 миллионов рублей, а по расходам 37 миллиардов 854 миллиона. Первое в этом году изменение бюджета будет вынесено на ближайшую сессию парламента. Доходы бюджета в 2014 году предусмотрено увеличить на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Рост планируют за счет собственных доходов, поступлений акцизов и налогов. Ожидаются и безвозмездные поступления. Большая часть доходов ожидается из федерального бюджета. Это средства предназначены для выплат субсидий крестьянским фермерским хозяйствам. Есть и увеличение дефицита бюджета. Если до этого у нас дефицит составлял более 3 миллиардов рублей, то уже с учетом увеличения расходной части это достигнет более 4 миллиардов рублей. Конечно, сумма, я скажу, она не маленькая для нашей республики, но тем не менее работает экономика и, я думаю, что позволит в этом году полноценно закрыть дефицит этого бюджета. И мы сможем работать до конца этого года с учетом всех наших изменений. По всем направлениям. Внимание всем! Такой предупредительный сигнал получат все жители Чувашской республики 19 марта. Именно в этот день МЧС планирует провести учебную тревогу. Учение проходит ежегодно, но комплексная проверка, подобная нынешней, лишь раз в 5 лет. Задачу, которую придется решить сотрудникам МЧС, определит комиссия. Само учение будет всего один день. Тренировка, про которую мы говорим с привлечением массового количества техники, это один день. Это или 19, или 20 число, как я уже сказал. А вообще комиссия будет работать 10 дней с 17 по 26 число. Во время учебной тревоги будет задействовано максимальное количество техники, но перекрытых улиц и военных колонн не предвидится. Движение на дорогах города сохранится в обычном режиме. По словам Станислава Антонова, жителям города опасаться нечего. К любой нештатной ситуации надо быть готовым. Для этого и проводятся подобные тренировки и учения. Ну а сотрудники МЧС всегда готовы прийти на помощь. Евгения Егорова, Сергей Рябчиков, Республика. В России стартовала декларационная кампания. Если вам нужна консультация по поводу начисления и уплаты налогов, а также помощь в правильном заполнении декларации 3НДФЛ, вам в налоговую. Федеральная налоговая служба проводит всероссийскую акцию «День открытых дверей». В этом году акцию «День открытых дверей» в налоговой службе Чувашии проведут дважды. 14 и 15 марта, а также 11 и 12 апреля. Наши специалисты налоговых программ подробно расскажут всем желающим гражданам, всем налогоплательщикам о том, кто и когда должен сдать налоговую декларацию, как получить налоговые вычеты, какие документы для этого необходимо оформить. Кроме этого, жители смогут завести свой виртуальный личный кабинет. Этот электронный сервис призван упростить жизнь налогоплательщикам. Получать важную информацию о своих счетах, суммах начислений и задолженностей они теперь смогут онлайн. Заплатить налоги тоже можно будет, не выходя из дома. Также посетителям предоставят компьютер со специальной программой для заполнения декларации по форме 3НДФЛ. И каждый желающий сам или с помощью сотрудников налоговой службы сможет заполнить ее и распечатать. Дни открытых дверей в налоговой службе Чувашии проводятся с 2012 года и уже стали популярными у жителей республики. Все больше людей пользуются этими вычетами, поэтому много вопросов, наверное, бывает у них. На следующий год я приду, когда мне надо будет какой-то другой документ заполнять. Для особенно людей, которые не пользуются информацией с интернета, для них на данный момент это очень необходимо, потому что они могут задать им дополнительные вопросы, все разузнать, спросить, что им необходимо, и могут по 2-3 раза объяснить, я так думаю. Для удобства посетителей в дни открытых дверей, которые пройдут по пятницам, 14 и 11 апреля, инспекция будет работать с 9 до 20, а по субботам, 15 марта и 12 апреля, с 9 до 15. Оксана Замесина, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах появится еще один многофункциональный центр. С предложением реконструировать двухэтажное нежилое здание по улице Эльгера, 18, выступило столичное управление архитектуры и градостроительства на публичных слушаниях. Там же рассмотрели вопросы более эффективного использования земельных участков в столице Чувашии. В торгово-офисный центр превратится в производственное здание Чебоксарского электроаппаратного завода, которое расположено в районе Президентского бульвара. На публичных слушаниях рассмотрели вопрос реконструкции существующей автозаправочной станции по улице Богдана Хмельницкого для установки газового блока. Кафе по улице Гражданской, 53, необходимо будет обновить. Также обсудили возможность предоставления пустующего участка земли под гаражный бокс на улице Мичмана Павлова. 61-я школа города Чебоксары стала участником эксперимента по внедрению электронных учебников. Новые технологии в образовательной системе пока осваиваются учениками 6-х и 7-х классов по 4-м предметам. Подробнее о том, как проходит адаптация школьников к такому нововведению, смотрите в следующем сюжете. Правительство России к 2015 году поставило задачу внедрить электронные учебники в систему образования. Более 20 регионов уже вошли в эксперимент. Чувашей пилотной площадкой по внедрению электронного образовательного комплекса стала Чебоксарская школа 61. Поначалу педагоги учебного заведения с осторожностью отнеслись к этому нововведению. Ведь осваивать новые технологии всегда непросто. Эксперимент идет уже на шестой месяц. И мы видим сейчас, беседуя с педагогами, то, что позитивно меняется и отношение педагогов к этому электронному комплексу. Потому что педагоги, помимо того, что они получают большое подспорье, они получают и большой объем дополнительных ресурсов. Стоит отметить, что приобретение электронных учебников обходится недешево. Стоимость одного комплекса составляет 29 тысяч рублей. Но основную часть расхода взял на себя муниципальный бюджет. Еще одна важная составляющая пилотного проекта влияние новых технологий на здоровье детей. И родители, и педагоги весьма этим озабочены. Над работой и над созданием вот этого девайса, электронного комплекса, работала целая плеяда как методистов, так и физиологов, и гигиенистов. И вот этот вот девайс, в информации, которую мы вам предоставили, имеет все необходимые сертификаты по защите зрения, по защите биологического поля человека. Пока взрослые взвешивают все плюсы и минусы, ученики уже оценили преимущества электронных книг. Мне нравится эта образовательная система, ЭОК, потому что здесь все просто, удобно и понятно. Все оценки вставляет система. И каждый старается, каждый работает. Когда каждый работает в классе тишина, мне это очень нравится. Мне нравится в этих учебниках то, что тут сразу можно, ну не нужно никаких тетрадей, учебников, специальных ручек. Тут сразу все вместе. Можно и сразу тут же написать в блокноте. Так что IT-технологии сделали очередной прорыв в школьном образовании. И пусть иногда тормозит интернет, отказывает в работе стилус, ребята настроено освоить новые программы. Екатерина Харитонова, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашском государственном театре оперы и балета отметили 90-летие со дня рождения Бориса Маркова. Память и отца, как его называют артисты, режиссеры и балетмейстеры, посвятили показ культовой оперы Нарспи. И еще отныне всех зрителей, входящих в зал, будет встречать сам основатель театра. Подробнее в нашем сюжете. Изображение Бориса Семеновича Маркова в «Человеческий рост» появилось в фойе в день 90-летия режиссера. Его написал известный в Чувашии портретист Николай Карачарсков. Причем написал так, что даже человеку непосвященному становится понятно, кто перед ним. На профессиональную принадлежность указывают и кулисы на заднем плане, и пюпитр, и либрет из знаменитой оперы «Чапай» в руках режиссера, который в этот момент явно обдумывает какой-то сценарный ход. Пока работал над портретом, Николай Прокофьевич вспоминал время, в котором был довольно близко знаком с Борисом Марковым. Помню, оперный театр начинался, все премьеры начальные, мы все художники толпой ходили. Мы ходили толпой художники, потому что выпускники художного училища, все меломаны были, потому что первый этаж художного училища с 50-го года, даже раньше, я с 50-го года там учился, и первый этаж художного училища, а второй этаж филармония. Там симфонический оркестр, там все певцы, все сольные певцы, Мефодий Денисов, Пикулина Елизавета, там и другие певцы, они арии и романсы весь день. Ну вот под эту вот музыку учились пять лет. Кроме Чапая, на сцене Чувашского театра оперы и балета Борис Марков поставил около 30 оперы и оперет. Многие до сих пор не сходят с подмостков. Одна из таких постановок – Нарспи. На этот раз она вновь собрала полный зал. В память о человеке, избравшему своей стезей театр, и служившему ему так преданно. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Блестящий лед, фигурные коньки, невообразимой красоты костюмы. На льдовой арене выступают дети от 6 до 14 лет. Строгая жюри не делает ни одной поблажки, ведь, возможно, на льду будущие олимпийские чемпионы. Фигурное катание – один из самых молодых видов спорта Чувашии. Четыре года назад Чебак-Сарах вновь открылся деление этого сложного и изящного вида спорта. Но, несмотря на столь короткий срок, юные спортсмены завоевали уже немало медалей. На катке «Новое поколение» прошло первенство Чувашии по фигурному катанию. 125 участников из Зеленодольска, Волжска, Ишкаралы, Казани, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов и Владимира сражались за первенство. Разыгрывалось 26 номинаций – от юного фигуриста до кандидата в мастера спорта. Первенство Чувашии стало традиционным в нашей республике. Мы его проводим уже в третий раз. И с каждым годом у нас все больше желающих к нам приехать, потому что мы стремимся пригласить независимую бригаду судей. И, конечно же, все участники стремятся попасть к нам на соревнования, чтобы узнать свой реальный уровень. Здесь оценивается мастерство катания, скорость, скольжение, реберность. То есть у конька есть два ребра, вот насколько спортсмен умеет пользоваться ими. Вот это качество очень хорошо оценивается. Затем, как спортсмен выразил свой образ. В номинации второй юношеский разряд весь пьедестал заняли чебоксарские фигуристы. Более того, юные спортсмены Чувашии стали призерами в половине номинаций. У меня был испанский образ, элемент, прыжок луц, потом прыжок аксель, с лета готовили номер, потом мне чуть-чуть изменили программу. Первенство позади. И сейчас маленькие фигуристы оттачивают свое мастерство. Ведь уже в мае пройдут еще одни ответственные соревнования. Ксения Кравчук, Антон Вовк, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди еще коммерческая информация. Накануне Дня работников ЖКХ в компании коммунальной технологии рассказали об итогах работы в 2013 году, планах на текущий и отношениях с партнерами. Об этом в сюжете. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Общество коммунальной технологии сейчас работает над модернизацией, производством и над качеством обслуживания населения в предоставлении коммунальных услуг. Этот отопительный сезон, как и предыдущий, по словам генерального директора Андрея Мартиянова, прошел без серьезных аварий. А те, что были, устранялись нормативные сроки. Осенний-зимний период и организован хорошо. Все ремонтные и инвестиционные программы, предшествующие его прохождению, обществом выполнены в полном объеме. Поэтому, что и позволено нам пройти его без нареканий, без особых нареканий. Естественно, какие-то рабочие вопросы, они всегда возникают в этой сфере. Но, тем не менее, в целом, я как руководитель оцениваю деятельность общества на оценку удовлетворительно. Андрей Мартиянов отметил, что важным этапом развития коммунальной системы столицы республики является разработка схемы теплоснабжения. Более гонно над схемой работали лучшие специалисты. В апреле пройдут депутатские слушания в администрации города, а затем она должна быть утверждена, чтобы начать масштабную модернизацию всех сетей, для которой потребуются серьезные инвестиции. Как признался Андрей Мартиянов, КТ готова для проведения всех необходимых работ. Чтобы эти сети стали именно такими, какими мы хотим видеть, в понимании конечного потребителя. Еще раз, чтобы вода не была ржавая, чтобы температура этого теплоносителя была такая, чтобы было комфортно открыть кран. Как замену магистральных сетей, которые идут от источников ТГК-5, от собственных котельных, которые находятся в аренде у коммунальных технологий. Замену самих котельных, которые уже неэффективны. В коммунальных технологиях работает больше тысячи человек. Компания выполняет все социальные обязательства, выплачивает налоги и аренду, старается соблюдать график погашения задолженности. Отдельное внимание уделяется взаимоотношениям с инвесторами, потребителями региональными и местными исполнительными органами. государственного регулирования и контроля. Цель именно позитивное отношение жителей региона к этой компании. В первую очередь я пытаюсь этого добиться. Проще было подключаться к электрическим сетям, к тепловым сетям. То есть те насущные проблемы, которые волнуют, в первую очередь, гаража. В ближайшие выходные отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Мартиянов поздравил своих коллег с праздником и пожелал реализации всех задач и безаварийной работы. Подрядчикам. Спасибо. Подрядчикам.